Здравствуйте, друзья! Это стартап от Адуя, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментор или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Adrosales.ru, и наш спикер сегодня Дмитрий Калаев, директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив. Дмитрий, приветствую вас! Здравствуйте, дорогие коллеги! Ну что же, про акселераторы и поговорим. Что такое стартап-акселераторы? Тема нашего сегодняшнего выпуска. Дмитрий, что такое акселераторы и зачем они нужны? Ну, акселераторы – это такая площадка, которая обладает экспертизой ускорить развитие компании на ранней стадии. На самом деле, акселератор не делает магию с точки зрения, что если компании суждено закрыться, то просто он это раньше выясняет. Закрыться не только потому, что плохая команда, а еще что-то. Может быть, рынок не готов, может быть, клиенты сегодня имеют достаточно сильные продукты-заменители и так далее. Но акселератор как раз, он, собственно говоря, как кнопка акселерации в машине, то есть быстрее машина поехала, если на нее нажал. Здесь то же самое. В нашем случае за три месяца, у кого-то за два, у кого-то за четыре. С компанией происходят те события, которые происходили за два года. И это, с одной стороны, позволяет, если эта компания оказалась в нужном месте в нужное время, быстрее взять рынок, быстрее выйти на точку безубыточности, быстрее начать кратный рост. Или, наоборот, если компания оказалась в том рынке, в котором нет спроса сейчас на этот продукт, наоборот, быстрее это осознать и либо сделать разворот в соседнюю нишу, либо, ну, собственно говоря, закрыть компанию. И то, и другое просто происходит быстрее. И если говорить, наверное, о целях полагания российских и американских акселераторов, есть несколько разниц, что в России все-таки за период акселерации достаточно реалистично выйти на точку безубыточности. И, в том числе, те компании, с которыми мы работаем, очень часто и показывают кратный рост, выручки оказываются в ноле и чувствуют себя, ну, достаточно уже безопасно с точки зрения, что они не зависят от инвестора, по крайней мере, компания точно будет существовать, инвестор присоединился или нет, это уже, как бы, второй вопрос. Если говорить про рынок Америки, то там слишком большой уровень затрат, ну, то есть, прибывание в Сан-Франциско команде, если у тебя нету своего дома, стоят тысячи долларов ежемесячно, там, и все остальное показывает слишком большой уровень затрат. Это значит, что на выходе из любого акселератора, их андрис, стартап, вайкоминатор, других, ты либо привлекаешь раунд, причем это где-то на 1-2 года, соответственно, 1-2 миллиона долларов, либо, ну, через месяц-два ты будешь вынужден закрыться, потому что никакой безобычности там не будет. И здесь разная ориентация, то есть, в какой-то мере, мы ориентированы больше на рост бизнеса, меньше на фанрайзинг, и, наоборот, наши коллеги ориентированы в большей степени на фанрайзинг, ровно потому что, ну, невозможно, не подняв инвестиционные деньги, продолжить развитие на американском рынке. Приведите пример самых известных и самых эффективных стартап-акселераторов в мире и в России. Название. Да, ну, номер раз в мире – это Y-комбинатор, номер два – это FFH Startups, как и по времени запуска самих акселераторов, так и по портфелю этих компаний, так и по выпускникам. Если смотреть на Y-комбинатор, то один из выпускников известных – это NBNB, другой – это Dropbox. Я думаю, что, ну, просто все уже прибывающие в интернете знают эти компании. Если смотреть на FFH Startups, то там сейчас тоже есть компании с миллиардной капитализацией, и у того и у другого акселератора в портфеле более тысячи проинвестированных компаний. Если говорить про Россию, то у нас, ну, наверное, здесь еще можно отдельно посмотреть на акселераторы, которые инвестируют и которые не инвестируют, потому что получается, что кто не инвестирует – это вообще сервисная компания. Инвестируем, ну, наверное, к сожалению, на рынке России сегодня мы в одиночке, то есть как фонд развития об этом инициативе, то есть такая схема, в которой мы даем деньги на развитие компании и одновременно помогаем быстро ускориться. Сервисные услуги оказывает уже большее количество компаний, то есть это и тот же GVA, это DLMation в Петербурге, в партнерстве с нами в том числе работает высшая школа экономики, что значит в партнерстве, что выпускники школы экономики вполне себе периодически инвестируются нами, когда они проходят эту программу. Ну, вот, наверное, такие наиболее известные и слышимые игроки на нашем рынке присутствуют. А в чем главное отличие российских акселераторов от западных? Ну, наверное, качественного прямо отличия мега нету. То есть, ну, как я сказал, что мы вынуждены ориентироваться больше на рост бизнеса и выручку американские на то, как зафандрайзить, но в целом по сути работы, работа происходит ровно так же. Более того, я бы сказал, что в какой-то мере в России приходится больше работать, ну, потому что на вход американского акселератора попадает больше компаний, они более зрелые, это значит, что у тебя ключевой вопрос, как выбрать будущих чемпионов. В России тоже вопрос, как выбрать будущих чемпионов стоит, но, к сожалению, обычно это компании, ну, что ли, меньше имеющие опыт в развитии на мировом рынке, и поэтому придется больше усилий именно по бизнес-девелопменту вкладывать вместе с компанией. То есть здесь есть вот отличия по усилиям команды, но в целом методология, подходы, там, все остальное достаточно близки. Опишите, пожалуйста, принцип работы акселератора. Какой такой хитрый ящик с инструментами, тулбокс у него есть, который может применить стартапы? На какие кнопки он может нажать, какими мощностями он обладает, что способен акселерировать наш пресловутый стартап? Ну, номер раз. Это все-таки отобрать компании, которые имеют перспективу роста, и тех, которые скорее не имеют перспективу роста. Причем, ну, в нашем случае мы совершенно открыто говорим компаниям, что наш взгляд не так, и почему мы считаем, что вот здесь вот не будет какого-то большого венчурного бизнеса или быстрого роста. Это раз. Второе. Это составить, ну, такую стратегию попадания в следующее качественное состояние. То есть, из текущего момента дойти до точки безобычности, из текущего момента дойти до фандрайзинга, из текущего момента, где обнаружим потолок роста, и компания зарабатывает 200 тысяч долларов в месяц, вы увидите, там, следующее качественное состояние, там, 400-500 тысяч долларов в месяц. То есть, куда мы будем двигаться и определить шаги. Что мы делаем? Мы создаем новый продукт, мы проверяем спрос, мы улучшаем конверсии в продукте, ищем новые каналы, то есть, вот что конкретно с этим бизнесом будет происходить. Потому что, несмотря на то, что это, ну, в какой-то мере конвейерное производство, потому что, допустим, через нас проходят около 100 компаний, только те, в которых мы проинвестировали, и еще много компаний, которые не проинвестировали, тоже мы работаем. Это достаточно поточная история, но все-таки для каждой компании отдельная история. Почему? Потому что разное состояние на входе, разные цели, более того, разные компетенции. То есть, если даже две одинаковых компании делают бизнес в одном сегменте, скорее всего, стратегия для них будет разная, потому что в одной есть сильные маркетинговые компетенции производства, а в другой сильные продажные компетенции и проектные. И это будут разные совершенно варианты. После того, как возникла вот эта вот стратегия, компания прикрепляется в нашем случае трекер. Кстати, вот такого выделенного человека, допустим, в американском акселераторе обычно нет. То есть, кто прямо за компанию отвечает. То есть, есть менторы, есть эксперты, но нету человека, который, держа неделю нос, компания ей встречается по несколько часов и регулярно помогает ей составить план и подпитать экспертизы, привлечь еще экспертов в эту команду. Это вот в том числе отличие. То есть, наверное, аналогом в Америке может быть Entrepreneur's Residence. То есть, это состоявшийся предприниматель, который как раз находится на площадке акселератора и может помочь составить вот такую предпринимательскую именно план развития бизнеса. В нашем случае это трекер, который больше закомичен на работу с компанией. И этот трекер в неделю работает с командой. Здесь еще что надо понимать, что у стартапа единственное отличие от любой крупной компании – это скорость. То есть, инвестиции, ну, любой Google или Яндекс больше денег имеет, чем стартапы и венчурные инвесторы. Техническая экспертиза. Ну, опять же, если смотреть, сколько технических специалистов там в Фейсбуке или в Оракле, они точно победят стартапы технологическими вопросами. Но вот скорость итераций, пока крупная компания планирует выделить бюджет, провести совещание и так далее, за это время стартап должен уже сделать проверку рынка, переформулировать, что он помогает получать в виде ценности, еще раз проверить, еще раз проверить. Это значит, что акселератор в том числе настраивает темп, в котором каждую неделю в бизнесе происходят качественные изменения. Например, мы хотим поднять цену в два раза. Отлично. Мы это придумали в субботу, в понедельник реализовали, за неделю получили поток клиентов, в пятницу посмотрели результат. Ага. Результат следующий. Денег у нас не изменилось. То есть, у нас стало покупать в два раза меньше, но цена зато стала в два раза больше. Это хорошо. То есть, мы с одной стороны, конечно, не заработали больше, но мы знаем, что у нас есть половина клиентов, которые готовы были покупать по предыдущей цене, а теперь нам на следующую неделю надо придумать, а собственно говоря, как отделять тех, кто покупал по старой цене, а тех, кто покупает по новой, и у нас в полтора раза вырастет выручка. И вот так вот каждую неделю, по большому счету, и двигается бизнес. Здесь я бы еще, наверное, отделил историю образовательную от истории работы с бизнесом, потому что очень много, скажем так, форматов лекционных, когда вам просто расскажут, как делать бизнес. Вот если в этот момент вы ничего не делаете с самим бизнесом, если нет людей, которые помогают вам именно в вашем бизнесе разобраться, то есть не кейсы говорят, может быть кейс такой, может быть такой, вы там что-то поделайте сами, а именно про ваш бизнес разговаривают, то это скорее ближе к MBA, то есть где вас учат через теорию и через чужие кейсы, как вам строить ваш бизнес, но вы выбираете сами. В случае с акселератором это все-таки больше работа в зон именно про ваш бизнес, и в том числе поэтому невозможно пройти акселератор, если у тебя сейчас нету в активной фазе того бизнеса, который ты развиваешь. То есть послушать про чужой толку не будет. И я бы еще, наверное, говорил, что есть, ну, наверное, уже известно достаточно давно слово инкубатор и акселератор. В чем отличие? Инкубатор вообще-то скорее снижает порог входа. Ну, то есть вам нужен офис? Окей, вам дадут офис дешевле или бесплатно. Вам нужны услуги юриста и бухгалтера, как и любой компании? Окей, вам дадут бесплатно услуги юриста и бухгалтера. Это снижает порог входа, то есть у вас был бы затратный объем на вашу команду 100 тысяч рублей в месяц, а вы теперь тратите 50, потому что вам дали 0. Но это не про акселерацию, то есть вам не помогает ускориться, вам помогает снижить затраты. Вторая атака, это когда вас по запросу подпитывают экспертизой. То есть вы приходите и говорите, слушайте, у меня что-то продажи плохо идут, нам бы кого-нибудь, кто расскажет про продажи. Или у меня тут плохая конверсия через рекламу в Фейсбуке, нам бы кто-нибудь, кто поможет настроить правильную компанию. Это реакция по запросу, это больше, чем инкубатор, но это еще не акселератор. Акселератор, это наоборот, со стороны акселератора команда разбирается, а где же сейчас в этом бизнесе текущее состояние. Правда, пора накачивать рекламу в Фейсбуке, или мы еще не разобрались, в чем ценность нашего продукта, и надо сначала руками пойти продать, а потом уже этих же людей, которых мы нашли в офлайне, искать в Фейсбуке, вкладывая то ценностное предложение, которое сработало в офлайне. То есть вот разница в том, что в одном случае снижение порога входа, в другом случае это экспертиза по запросу, в третьем случае акселератор занимает проактивную позицию, потому что через его руки уже прошло много инвестиций, он понимает, где находится компания, и что ей надо для того, чтобы попасть в следующее качественное состояние. Всегда ли прохождение акселерации приводит к положительным сдвигам в бизнесе? Сильно не всегда, потому что надо понимать, что акселератор все-таки не волшебник, он просто ускоряет процессы. Если внутри вашей команды, например, кто-то не хотел строить бизнес, ну то есть ему понравилась эта история, и он думал, что через год он станет миллиардером, а оказалось, что надо работать, команда разваливается. То есть что в этом случае акселератор может делать? Ну, во-первых, он может разобраться в истинных причинах и мотивах основателей, но в целом, если команде суждено было развалиться через год, то она скорее внутри акселератора разойдется через месяц. То есть он просто ускорил этот процесс. То же самое с тестированием рынка. Очень часто я вижу, что компании и команды хотят сделать невероятно качественный продукт, чтобы за него не было стыдно. Но, к сожалению, стыдно будет всегда, и не потому что вы плохо работали, а потому что клиент ожидал другое. Но очень часто я в компаниях вижу, что в приоритет идет разработка, а выход на рынок и работа с клиентами, наоборот, на втором плане. Вот акселератор это дело перестраивает. Как раз работа с клиентами, понимание, что им надо, и, к сожалению, по каким-то продуктам через месяц становится понятно, что они либо вообще не нужны на этом рынке, либо они нужны на этом рынке, но никогда не будет сходиться юнит-экономика. То есть в текущем состоянии цен для клиентов вы будете тратить на привлечение и обслуживание клиента 20 тысяч, а зарабатывать тысячу. То есть у вас там в 20 раз не сходится то, что должно лежать в основе вашего бизнеса. Кстати, это тоже отличие, наверное, российского рынка. Если бы это была большая история в Америке, то теоретически под нее можно взять какие-то инвестиции, потому что тот же Uber, как тут прозвучала недавно шутка, что в Uber-подобных экономиках часто не сходится экономика. Да что же тут говорить, о самом Uber не сходится. И это правда, потому что Uber все еще убыточный. В России, если у вас не приближается экономика ближе к нулю, то есть не хотя бы в 20 раз разброс, там не 20 затрат и один доход, а, допустим, 20 затрат и 18 доход, вот с таким еще можно жить. Но разница в 20 раз, это скорее всего ничего не случится, и команда не сможет приблизиться к безобычности. И инвесторов не будет на этом рынке, которые бы с оптимизмом будут смотреть на такую бизнес-модель. Поэтому режимировать действительно акселератор и хорошее просто ускоряет. Но я бы сказал, что с точки зрения и инвестора, и самой команды, ускорить плохое это тоже хорошо. Потому что единственный ресурс, который есть у нас с вами невосполним, это время. Если мы тратим на безнадежную историю год, то просто год нашей жизни ушел. Если это можно было проверить за месяц, то это отлично, получили опыт и поняли, что это бесперспективная история, надо заниматься другим. Что важнее как результат в стартап-акселераторе? Рост бизнеса, трекшн или получение инвестиций, или что-то еще? Ну, номер один это все-таки трекшн. Он может быть разным. Это может быть увеличение количества платящих клиентов. Это может быть сведение юнит-экономики, которая раньше была минусовая, теперь стала плюсовая. Это увеличение клиентской базы. Это выход в соседний сегмент, в котором в 10 раз больше денег, чем в том сегменте, в котором находилась компания раньше. То есть любые изменения качественные, которые ведут дальше к развитию бизнеса. Развитие бизнеса и инвестиции в этом контексте выступают как логичные последствия вот этих вот состоявшихся изменений. Для нас, как для акселератора, важнее еще одна составляющая. Это что основатели выстроили свой бизнес именно в быстрых изменениях и в поиске ценностей для клиента, и самостоятельно могут этот бизнес не только довести до уровня 1 миллион в месяц выручки, 10 миллионов выручки или больше. Потому что мы же выступаем как инвесторы, можем инвестировать в одну компанию не только десятки миллионов рублей, но и там 324 миллиона рублей предельно в одну компанию. Это значит, что для нас, как для инвесторов, важно, что команда самодвижущаяся, она может из текущего состояния убежать в выручку миллиардов рублей, при этом качественно принимать решения, достаточно быстро выбирать рынок. И как раз те самые методики, которые мы привносили на протяжении акселерации в их бизнес, использовать ежедневно как раз для роста и успешного конкурирования на рынке. Любому ли основателю стартапа нужно проходить акселерацию? Я бы сказал так, что, наверное, есть основатели, которым это не нужно. Но тут, во-первых, я бы предложил поговорить. Ну, то есть, не надо говорить, что мне это не нужно, мне тут как-то не читал, но осуждаю. Придите поговорить. Если вам покажется, что экспертиза акселератора вам полезна, то тогда подумайте, как ее взять. Здесь достаточно сложно говорить про акселераторы вообще, потому что у каждого акселератора своя экспертиза, своя специализация, своя команда. Поэтому здесь может быть как негатив от акселератора, так и позитив. Придите и поговорите. Почему это большинство людей нужно? Даже я сам, на самом деле, для каких-то частей своего бизнеса использую тех же трекеров. Во-первых, очень полезен внешний взгляд опытного человека, внутренний взгляд замылен. Второе, что никто не обладает всеми компетенциями в этом мире. И это значит, что когда есть разрыв компетенций, хорошо бы, чтобы кто-то их дополнил. А если говорить про акселератор и про компании ранней стадии, то как раз у компании ранней стадии просто обычно денег не хватает для того, чтобы все компетенции иметь. То есть, если у нас в команде 3 человека, 5 человек, даже бывает там и 20 человек, все равно все компетенции не покрыты. Мы либо не могли их позволить, либо просто не нашли этого человека. Акселератор позволяет дополнить это. Таким образом, 100% всех основателей, но как минимум стоит прийти и поговорить про ваш бизнес, даже, может быть, не с точки зрения воспользоваться услугами, а с точки зрения узнать опыт людей, через чьи руки проходят сотни компаний в год, что они думают про ваш бизнес и как бы они стали его строить. Это будет как минимум полезно. Давайте резюмируем. Какие три главные рекомендации вы дадите на посты зрения взаимодействия со стартап-акселераторами? Ну, если вы решились... Мне даже не так. Когда вы узнали слово стартап-акселератор, а вы находитесь на ранней стадии, а ранней стадии, я бы говорил, что это от момента ноль выручки до момента 300 тысяч долларов в месяц. Хотя у нас есть компания, у которых уже и по 500 тысяч долларов в месяц, и все равно мы им полезны. Пойти и поговорить с теми людьми, которые представляют такселератор. Причем не с кем-то на периферии, то есть, условно, не с людьми, которые называются экспертами, а прямо с первым лицом любого из акселераторов и узнать, чем они могут быть им полезны. Это раз. Второе. Если вы решили присоединиться к какому-то такселератору, то найдите выпускников и с выпускниками пообщайтесь, насколько действительно было полезно то, что происходило внутри акселератора, какие были минусы и плюсы. Ну, это достаточно нормальная деловая практика, если вы все нанимаете сотрудника, то узнать, как он на предыдущем месте работы себя зарекомендовал. Здесь такая же история, если акселератор кому-то помогал, узнать, а как, собственно говоря, это случилось. То есть, если коротко, не отказывайтесь от акселераторов, даже если вы в это не верите, поговорите с первыми лицами тех акселераторов, которые кажутся вам полезными, узнаете, чем конкретно вам они могут быть в развитии бизнеса в помощь, и поговорите с выпускниками, чтобы понять, насколько комфортно или, наоборот, не комфортно, но эффективно удалось поработать внутри акселератора и достигли или не достигли целей. Вот такие вот секреты работы стартап-окселераторов, этих мощных, многофункциональных партнеров в стартап, которые присоединяются и свои компетенции, помогают им, помогают им расти, благостароны. Все-таки в программе стартапот по созданию и развитию специфического стартапа, разработанного совместно, с тем самым эзотом для стартапов и инвесторов. Ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте лайк канал, чтобы не пропустить канал, чтобы не пропустить канал, если вы нашими экспертами, загляните в другие выпуски стратапов. Вы это были не как раз! к нашему рекламу, к нашему рекламу, к которому был на Китине. И сотрудничество с акселераторами. Всем пока.